приветствую всех и добро пожаловать на очередное видео это третье итоговое и наверное финальное видео про вот это вот интересную во всяком случае для меня видеокамеру sony hvc 10 если кратко то это очень позднее в модельном ряду sony видеокамера не комкордор то есть она ни на что никуда ничего не пишет она просто снимает картинку и в виде видео выдает ее сзади на кабель это было нормально для бытовых камер 70-х и 80-х когда видеокамера это отдельное устройство и она подключена кабелем к рекордеру которая снабжает эту самую камеру электроэнергии для работы и в то же время записывает полученные с этой видеокамеры сигнал на какой-либо носитель естественно в те времена это обычно было какого-то формата видеокассета самый известный из них это веще с и бета макс собственно так как это третье видео про эту камеру то ссылочка в углу а также в описании под видео есть на первые два видео про вот эту самую камеру ну и первая часть видео практически наполовину состоит из истории бытовой видеозаписи примерно 60-х годов и по 2010 это был контекст чтобы примерно понять куда вот эту камеру можно было бы привязать по времени и чем она такая особенная и интересная если что в этом видео более не планируется каких-то реставрационных работ которые происходили в первых двух видео каких и тут супер-пупер тестов еще дополнительных демо-видеороллов это по большей части подведение итогов по первым видео по процессу эксплуатации этой камеры а также по некоторым вопросам которые остались без ответов по итогам первых двух видео на текущий момент это весна 2024 года камера все еще прекрасно работает ничего не больше не отказывает несколько раз я уже выезжал именно с этой камеры и свеча с рекордером к ней прицепленном чтобы снимать всевозможные пейзажи и места события примерно демодуляции 2023 я два дня в подряг ходил с этой самой камерой были приколы именно свеча с рекордером так как я на него до того момента еще не очень часто записывал видео и не был в курсе некоторых нюансов касательно сколько видак может простоять на паузе в ожидании записи и из-за этого например я некоторые клипы думал что записывал а по факту не записывал потому что видак выпал из состояния пауза записи в стоп и то что я видел на камере на камере и заканчивалась и до кассеты не доходило также проблем подкинула вот эта вот коробочка это адаптер для того чтобы подключить вот эту вот сонинскую камеру которые естественной компании sony предполагалось подключать именно к бета видеомагнитофоном к их бета максов ским бытовым аппаратом и у sony разумеется был свой собственный вот такой вот формата коннектора от камеры к видаку а у всех остальных производителей он был ну мягко говоря другим хотя делал примерно то же самое поэтому sony выпускала вот такую коробочку причем разных моделей для разных производителей прочих видеомагнитофонов не бета макс чтобы можно было все-таки их божественные в кавычках камеры подключите к другим не бета макс видеомагнитофоном так вот эта коробочка мне тоже подкинула сюрприз а потому что в первый день нахождения меня на демодуляции 2023 иногда камера спонтанно выключалась естественно останавливал записи все такое методом тык я выяснил что если вот пошевелить и вот кабель поджимать корпус что-то короче механически поделать этой коробочкой то она иногда начинала работать нормально поэтому после первого дня демодуляции приехав домой я вскрыл это адаптер и обнаружил что оказывается у него внутри есть не пропали одного из проводов которые видим как раз таки отвечал за подачу питания сведока дали на камеру удивительно как несколько дней до этого этот адаптер при этом нормально работала ни разу не отвалился пайку на этом проводе я успешно восстановил и после этого эта коробка мне проблем не доставляла на втором дня камера работала безупречно ни разу не выключаясь диста есть нюанс что вот эта вот коробочка адаптера sony она на самом деле не моя я ее одолжил на время у александра каковина привет саш кстати собственно ссылочка на канал александра каковина на основной и на стрим-канал в углу и в описании под видео кстати мы о саше еще сегодня немножечко вспомним но фактор что я не могу эту коробку просто так оставьте себе мне нужна своя такая же коробка но есть нюансы я конечно пока пытался найти эту коробку на всяческих аукционных и в японии и у нас и к сожалению пока что ни разу не нашел ее в продаже где я могу ее купить плюс есть еще один нюанс в том плане что у этой коробки довольно таки неудобные вот этот вот короткий кабель он толстый и очень дубовый а учитывая что он коротенький он болтается прямо рядом с видоком и вот этот кирпич рядом с видоком это не всегда удобно особенно когда пытаешься видак куда-то компактно упихать чтобы ничего из него не торчало поэтому мне есть такие отдаленные планы сделать свою аналогичную коробочку причем с куда большим функционалом касательно того аппарата с которым я сопрягаю эту красавицу hvc 10 в том числе это будущее в кавычках коробочка должна решить проблему с тем что запись сама останавливается на видаке или например то что ее надо стартовать доставая видак например из рюкзака предварительно до того как я смогу нажать запись на самой камере чем работа в этом направлении в плане сопряжения десятки свечи с рекордером ведется сразу в двух направлениях в поиске аналогичной коробочки уже моей для покупки и также в разработке своей собственной более усовершенствовать версии такой коробочки также продолжаются поиски аксессуаров к этой камере коих я по моему уже показывал в предыдущих видео в каталогах где про эту камеру хоть что-то было в том числе ищется и сами каталоги то есть всевозможные бумажки где эта камера упоминалась уже со второй части видео еще парочка бумажек касательно бета видаков прибавилось в которых про эту камеру есть упоминание и сейчас я жду посылкой еще парочку бумажек одна из которых для меня особенно интересно я показывал ее сканы в предыдущих видео но хочу иметь ее у себя в бумажке важном видео и самому еще раз пересканить эти бумажки чем жду когда приедет но кроме этого что еще известно что к этой камере есть свой собственный чемодан для хранения он именно такой горизонтальный открывается как обычно чемоданчик и он вообще не совместим с предыдущими камерами именно отдельно камерами они комкордерами от sony предыдущих был либо большой квадратный серебристый чемодан и про него мы еще сегодня тоже поговорим либо новинка 83 года как и сама эта камера пластмассовый раскладной чемоданчик но то все опять же для старых камер sony к этой он не подходит а у этой был свой собственный чемоданчик который я все еще ищу еще к этой камере опять же в отличие от прочих камер sony мог идти ремень вот одно ушко для крепления ремня и с этой стороны второе аналогичное ушко для крепления ремня к сожалению его мне пока найти также не удалось еще из интересного я хочу сюда попробовать сделать свой собственный видоискатель только цветной потому что то что он черно-белый мне довольно сильно мешало я уже даже купил небольшой же к дисплейчик и даже пробовал его сюда подключать и он здесь работает проблема в том то что здесь проприетарный sony вский разъем видоискатель подключается таким вот коннектором и опять же так как это вся десяточка настолько уникальное то у всех других бытовых камер sony разъем другой он похож по размерам и количеству контактов но всяческие ключи которые у него здесь стыкуется с разъемом в камере они вообще другие то есть возможно можно там напильником подпилить и она как-нибудь залезет но разъем другой то же самое касается разъема который подключается к заду камеры и это тоже как оказалось уникальная фича для и чеси 10 потому что я почему-то думал что у других камер sony этот кабель отключается но нет у всех остальных так называемых мной горбатых камер sony кабель не отключается вообще и вот этот отключаемый отсюда кабель и опять же с преприетарным разъемом который фиг где найдешь это тоже фишка именно и чеси 10 то же самое касается и вот этого вот разъема есть подписано remote это разъем для проводного пульта дистанционного управления и у других горбатых камер sony тоже есть аналогично разъем но опять же он другой он даже другого размера другого форм-фактора короче он вообще никаким образом не совместим удача мне найти когда-нибудь такой пду потому что иногда в текущих сценариях использования этой камеры пду иметь мне хотелось бы и в данном случае аналогов я пока что не встретил в отличие от например вот этого разъем чека для видоискателя потому что внезапно оказалось что в некоторых профессиональных камерах sony для видоискателя используется такой же разъем как и здесь что довольно интересно то есть камера это бытовая очевидно выпускалась она в конце 82 и 83 году в то же время выпускались и более старые где-то с конца 70-х камер sony бытовые те самые в горбатом корпусе и у них у всех был свой собственный на другой коннектор и где-то параллельно шла линейка профессиональных камер sony и оказывается что там есть такой разъем я пока не знаю в скольких еще камерах применяется этот коннектор но так как мне хочется сделать свой собственный видоискатель а ломать вот этот вот коннектор отсюда я не собираюсь то есть это должно остаться в стоке случае если я захочу вернуть сюда родной видоискатель то мне нужен еще один такой кабель и мне пока что известно что камера в которой использовался такой же разъем это dcr vx9000 а собственно видоискатель он естественно там абсолютно другой не такой как здесь но использует тот разъем имеет модель vf902 естественно намеренно ломать и профкамеру тем более уже винтажную я не собираюсь но если по какому-то смешному стечении обстоятельств у вас на руках например оказались обломки от видоискателя vf902 ты очень бы хотел от этих обломочков заиметь вот такой вот кабель с этим самым проприторным соновским разъемом так как это видео по большей части болталова то я также хочу ответить на некоторые комментарии которые были в предыдущих паре видео отдельно хотелось бы поговорить про сцену где я не припаиваю провода к мишени видикона вернее треникона как разновидности видикона напомню для тех кто может быть и смотрел предыдущие видео что эта камера с ламповым сенсором в чем один из ее прикольных моментов то есть вот здесь стоит объектив а практически на всю глубину камеры дальше стоит тонкая стеклянная радиолампа который является сенсором с мишенью на которой прицелиться изображение где-то вот в этом месте и от этого сенсора отходит два проводочка который уходит вот в эту часть корпуса и здесь стоит усилитель который дальше отправляет сигнал уже на обработку видео и в предыдущих видео был такой момент что во время сборки я показываю как я на шасси камеры ставлю сначала видикон потом прикручиваю сюда усилитель и не показываю что я припаиваю провода а потом спустя какое-то время когда камер оказывается полностью собранной производится первое включение и камера не работает и и такую чешу репут чушь так как сюда туда два часа поиска ошибок и о ужас оказывается я забыл припаять провода правда после этого там вскрылись еще некоторые беды но это уже не важно смотрите предыдущие видео так вот это не было постанова чтобы объяснить как именно это произошло я просто дам вам некоторый контекст событий как они происходили по времени 2021 год меня начинают сколь-либо интересовать трубочные видеокамеры я пока что мало что про них знаю знаю только что есть довольно много очень старых или советских черно-белых бытовых видеокамер и есть какие-то цветные видеокамеры причем у них зачастую разные технологии тех самых видеотрубок просто видиконы и там какие-то не ювиконы и сотиконы и глитиконы и тринеконы я начинаю собственно пытаться понять как бы мне найти какие-нибудь видеокамеры в японии что может быть чего-нибудь из этого купить проходит несколько недель поисков подборов каких-то ключевых слов чтобы не было особо большого количества мусора в выдаче и каким-то случайным образом я натыкаюсь на вот эту самую камеру sony и она мне сразу бросается в глаза тем что у нее такой весь зализанный и очень компактный дизайн она ну вообще не похоже на прочие трубочные камеры которые я тогда смотрел остальные были какие-то все громоздкие большие странные а это все такая современная в кавычках она явно от всех остальных визуально отличалась но так как я понятия еще не мил про эту камеру ничего а собственно в интернете про нее и до сих пор кроме моего видео мало что есть тому же абсолютно было неизвестно рабочая ли она какой у нее изображение понравится ли мне она и так далее я решил купить несколько трубочных камер от разных производителей естественно все камеры должны были быть цветными примерно одного времени выпуска то есть это где-то конец 70-х начала 80-х это то самое время когда еще были отдельные камеры но они уже были цветными и в итоге в июне 2021 года я покупаю себе несколько цветных камер камеру hitachi на сатиконе камеру panasonic на нею косвиконе и вот эту самую камеру sony на трениконе первоочередно для чего покупалось три камеры за то что я лично для себя хотел понять вообще вот как вот это вот картинка которую дают эти трубочные камеры она мне действительно интересно или эта игрушка в которую я поиграю день-два и эти камеры куда-нибудь солью там не знаю на авито или еще куда-нибудь плюс три разных камеры с тремя разными трубками покупались для того чтобы понять что если это вдруг понравится то что именно из этого мне нравится больше так это все обралось в японии то доставки через посредников оттуда идут естественно долго в общем пока это все было собрано упакована отправлено доехала приехала в общем стрим с распаковкой этих камер произошел 15 февраля 2000 уже 22 года собственно ссылочку на него также можно найти в описании под видео там происходило распаковка этих камер осмотр мои первые какие-то впечатления о них а также попытки включить все три этих камеры кстати кроме вот этих вот трех трубочных там еще несколько было уже более поздних матричных комкордеров но если вам это интересно опять же ссылочка на тот стрим в описании в общем если кратко то по итогам того стрима вот эта десятка даже кое-как попыталась заработать и мне очень понравилось с ней именно работать то есть как она лежит в руке насколько удобно по сравнению с другими камерами с ней работать и так далее решил искать какую-либо информацию про эту камеру именно про hvc10 и может быть и так как я еще не знал что мне потребуется для ремонта этой камеры то я решил сразу найти к ней донора потому что я то думаю ну чё но это просто какая-то камера sony которая мне попалась но наверное их полно в продаже иногда всплывает можно будет купить и оказалось что тогда в июне 2021 года мне сильно повезло вообще наткнуться на hvc10 именно в тот момент когда я искал себе какие-нибудь трубочные камеры потому что заглянув в историю продаж на тех аукционах где искал выяснилось что за те полгода которые прошли до стрима с распаковкой этой камеры ни одной больше кроме моей не было продано еще пару месяцев после этой распаковки я безрезультатно пытался что-либо найти и через си 10 оказалась редкой камерой но все-таки случилось чудо и в апреле спустя два месяца после распаковки в апреле 22 года я нахожу в продаже там же в японии вторую hvc10 естественно недолго думаю сразу я хватаю в корзину покупаю на склад посредники все опять вот это вот пока она доехала и в сентябре 22 года происходит стрим с распаковкой второй hvc10 собственно это уже далеко не сюрприз в предыдущем видео я про вторую десятку уже упоминал но еще до того как я нашел и купил вторую hvc10 я уже пытался понять и что я имею внутри вот этой первой десятки на следующий же день после стрима с распаковкой еще феврале я ее разобрал и начал изучать что внутри меня ждет внутри оказались обычные гетинаксовские платы набитые электроники 80-х с одним большим жирным но части этой электроники это были электролитические конденсаторы фирмы matsushita panasonic а эти твари очень обожают течь особенно те конденсаторы 80-х годов естественно все конденсаторы matsushita что были в этой камеры а их было немало все вытекли а так как вытекшие жижи очень едкая то к сожалению пострадали ножки соседних деталей пострадали дорожки везде кругом коррозия дорожки сгнили везде обрывы и все это надо восстанавливать ну и кроме того что в продаже hvc10 оказалось статье очень сложно еще сложнее оказалось найти хоть какую-то к ней документацию на тот момент в сети кроме сканов одной рекламной брошюры больше не было вообще ничего не инструкция по эксплуатации не сервис мануалов не схем не инструкции по настройке 0 так что пришлось идти своей дорогой в итоге я эту камеру раскидал абсолютно на запчасти то есть отдельно 6 отдельно корпусные панели отдельно платы и с каждой платы я выписал номинал и абсолютно каждого электролитического конденсатора который естественно требовали замены список были выписаны емкость напряжение а также габариты конденсаторы которые стояли в камере потому что так как это относительно малогабаритное устройство габариты конденсаторов в очень больших количествах случаев здесь были важны потому что поставишь конденсатор выше и плата не закроется возьмешь конденсатор толще и он просто не влезет потому что детали рядом стоят плотно в итоге был составлен общий список конденсаторов на всю камеру были примерно прикинуты какие нужно делать работы по оплатам чтобы восстановить заглянул я уже в оптику посмотрел нужно ли там что-то чинить нет ли там каких-нибудь грибков и так далее плюс попутно все-таки уже в тот момент появилась у меня в руках 2 часа 10 поэтому я сразу помножил список конденсаторов на 2 потому что наверняка во второй будет все то же самое что закупать мне нужно на обе камеры компоненты но после этого вмешались проще всячески дела не касающихся вот этих конкретных камер и я эти камеры просто все кучей убрал на полку и несколько месяцев о них вообще не вспоминал и только где-то к началу уже 2023 года я таки вернулся к этим камерам и решил что надо все таки этот проект как-то закончить этому 1 февраля 2020 уже третьего года состоялся довольно нетипичный для меня стрим где я пытался закупить конденсаторы для того чтобы отрекапить эти камеры это оказалось не так и просто потому что найти на тот момент магазины торгующие качественными или японскими хотя бы конденсаторами было сложно бегать по десятку разных магазинов выдергиваясь каждого по одному конденсатору в мои планы точно не входило ввиду того что мне и так из-за разные занятости пришлось отложить настолько копания с этими камерами я хотел купить все в одном месте в итоге на стране более-менее удалось подбить весь список конденсаторов был сделан в тот же день заказ но так как я подбирал сюда именно японские конденсаторы они просто какой-то рандомный китайский да то многие позиции там были под заказ и это правильно снова ожидания когда же она приедет ехала на примерно два месяца и стрим с распаковкой этих самых конденсаторов произошел уже только в июне 2023 года и вот уже с этого момента все наконец-то пришло в движение когда на руках были уже частично отремонтированы платы от 1 чс 10 2 я на к тому моменту пока не трогал потому что у меня уже была в голове идея что наверное стоит про это снять видео потому что камера как оказалось редкая камера интересный надо про нее снять видео чтобы хоть какая-то информация про эту штучку в интернете все-таки появилась поэтому буквально через пару дней после получения конденсаторов пошел рекап плат от первой камеры естественно пошли съемки параллельно с этим как пример опять же есть записи довольно нетипичного для моего канала стрима конкретно от 6 июня 2023 года звука как обычно в описании когда я рекапил платы видоискателя 1 чс 10 и это делал на стриме параллельно с этим записываем материал для видео обычно я либо снимаю видео как вот это сейчас происходит либо стримлю параллельно такие вещи я обычно не делаю но в любом случае большая часть рекапа и ремонта этой камеры произошли за кадром вне стрима я только записывал материалы к будущему видео то есть отматываем немножечко назад февраль 2022 года я получаю в руки уже у здесь у себя вот эту самую первые часы 10 и на следующий разбираю чтобы составить списке конденсаторов в том числе в этот самый момент я отпаиваю коробочку усилителя от треникона потому что мне нужно было снять абсолютно все платы с шасси чтобы все их изучить и понять если там электролитические конденсаторы а если есть то какие чтобы добавить их список именно в феврале 2022 года коробочка усилителя была отпаяна от треникона в первой печи 10 и переносимся обратно в июнь 2000 уже двадцать третьего года больше чем год спустя когда после получения конденсаторов начались наконец активные движения по наконец рекапу и завершению ремонта этой камеры а также параллельно по съемкам по началам съемок видео про эту самую камеру практически весь июнь шла эта активная работа и в начале июля я снимаю финальные кадры по сборке и наконец делаю первый запуск уже во время съемок видео этой самой первой десятки но есть еще нюанс когда я разбирал вот эту hvc 10 то я не снимал из нее саму трубку сам треникон то есть конфигурация из объектива треникона и металлического шасси камеры оказалось мной не разобранный поэтому на видео не было отснято никаких планов ни по разбору объектива не по его монтажу не по монтажу у треникона не по видам мишени этого самого треникона всего этого на руках у меня не было и в этот самый момент уже были отсняты материалы по первому запуску этой камеры и попыткам понять почему же нас первого раза не запускается понимаете прикол да а параллельно я разбираю вторую часть и десятую при этом я уже запустил первую и вижу что она наконец-то все-таки работает и это кажется живой экземпляр и кажется все получится и видео выйдет нормальным поэтому я уже без страха начинаю активно разбирать вторую часть и десятую решаю что а почему бы и нет даже если я ее убью в процессе вроде бы уже не так жалко тем более нам более ушатанная чем 1 1 вроде бы уже работает поэтому я все-таки решаюсь на этот шаг разбирать полностью камеру и я снимаю отсюда треникон снимаю отсюда объектив разбираю впервые вообще для себя в жизни объектив я до этого с оптикой в таком плане вообще не работал кроме как поставить оптику вот например вот эту камеру который это все снимает и погружаюсь вот в это в попытке разобрать а потом еще сложнее собрать эту оптику обратно делаю красивые фотографии трениконы особенно мишени особенно макро фотография как раз тогда у меня появились макро кольца которые я смог приделать камере и сделать самые макро снимки снимки эти кстати лежат у меня на бусте если кому-то интересно то там они в 4k и не только они есть ссылка на бусте естественно в описании под видео параллельно со съемками я уже на ходу подкидываю это все в проект по монтажу группирую как-то клипы что-то уже в черновую монтирую и в итоге до меня доходит что планов по сборке этой камеры у меня в принципе довольно много то есть у меня есть материал а потому как я рекаплю платы восстанавливаю дорожки чищу это все ставлю платы обратно собираю практически все тело камеры и единственное чего у меня нет это материала потому как хотя бы поставить объектив и как поставить треникон потому что еще раз напомню я не снимал с первой камеры первоначально это все и у меня на руках есть вторая который я разбираю и именно в этот самый момент в июле уже 2023 года я решаю что ну почему бы нет я просто под сниму эти материалы на 2 и че 10 но к этому моменту в июле 2023 я знаю что я уже запускал эту камеру и первые проблемы которые у меня здесь было неподключенная мишень в виде кона к усилителю потому что опять же напомню отключена это мишей на этой камере было больше чем год назад феврале 2022 года и я стою на развилке потому что да я могу на второй видеокамере на которой я собираюсь это снимать показать что вот я ставлю треникон вот его проводочки торчат вот я прикручиваю усилитель вот открываю коробочку вот этой проводочки припаиваю закрывай коробочка и далее весь процесс сборки которая был в предыдущем видео но тогда стал был зритель и вопрос откуда тогда казались не припаянными провода то есть до этого в видео был процесс сборки которые были бы клипы уже со второй камерой но зритель был этот момент этого еще не знал где было бы показано что в коробочке мишень припаина и внезапно дальше по видео она отказывается от паяна и Это шо за постанова такая? Был бы вопрос у зрителя, и зритель был бы прав. Либо есть второй вариант. Так как далее по видео уже будет ясно, что мишень-то отпаяна. Так как прошло больше года, я забыл, что под коробочкой эта мишень не припаяна. А не сняв эту коробочку обратно, никак не узнать, что она не припаяна. Соответственно, вторым вариантом у меня было, когда я снимал эти футажи на второй камере, просто показать, что я на торчащие провода надеваю коробочку, прикручиваю коробочки и не показываю, как я припаиваю мишень. Тогда это не нарушает повествование в видео. Хотя по факту эти кадры снимались на другой вообще камере и позже, чем первое включение, в процессе которого были обнаружены неприпаянные провода. Так я, собственно, в итоге и сделал. Но это, к сожалению, все равно меня не лишило в комментариях вопросов про постанову и как же ты так забыл припаять провода, потому что, ну, нет, конечно, есть еще третий вариант. Я мог бы не показывать сборку этого узла в принципе. Оставить все как есть, когда я разбирал первую камеру. Не снимать ни объектив, ни треникон. Но учитывая, насколько уникальна эта камера и насколько уникальный контент показать каждую ее часть в отдельности, а также как каждую из этих частей поставить на место, то этот третий вариант я для себя просто не рассматривал. Какую бы дорожку в этой елке я не выбрал, в любом случае были бы какие-то претензии. Но теперь, я думаю, вы понимаете, что именно происходило за кадром, какая была последовательность действий и почему в видео провода были исходно неприпалены и потом они были обнаружены неприпаленными в камере. Потому что первое включение снималось на первой камере и на тот момент эти провода были неприпалены уже больше года, я про это забыл. А футажи сборки этого узла снимались уже на второй камере, в которой я это разбирал. В итоге, начав активной съемки про HVC10 в июне 2023-го, я форсирую производство видео и выпускаю два видео подряд в августе 2023-го года. Потому что после этого должна была пройти та самая демодуляция. И мне очень хотелось поехать с этой камерой на демодуляцию, чтобы, во-первых, самому попрактиковаться с этой камерой. Как вообще на нее снимать в разных условиях, удобно ли вообще с ней ходить на таких мероприятиях. Плюс на той демодуляции планировалась, в принципе, такая себе сходка подписчиков. Даже не меня, а всего нашего дискорд-сервера, ссылка на который также есть в описании. А на этом сервере, кроме меня, например, есть Михаил Царев, Артем Кашканов, Саша Каковин, VCD и еще много контентодателей и просто хороших людей. В общем, по факту на демодуляции состоялась такая сходка нашего дискорд-сервера. И мне очень хотелось с этой камерой там быть, в том числе записывать, снимать на нее и происходящее на самой демодуляции, и тех самых зрителей, подписчиков и просто друзей, которые туда приедут. Но чтобы на демодуляции не возникало вопросов, дескать, а что это за фигня такая у тебя в руках, видео должны были появиться до демодуляции. Поэтому я всеми силами старался успеть доснять, смонтировать и выложить эти видео до нее. Поэтому, например, работы над второй камерой были заброшены после того, как я отснял все, что мне было нужно для видео, чтобы выпустить видео про, собственно, одну HVC-10. И ремонт плат для вот этой уже второй HVC-10 начался вообще в декабре 2023 года. А собрана вторая HVC-10 мной уже была в январе, в самом конце его уже 2024 года. Ну и да, вот они две сейчас здесь, и теперь, в отличие от того, что было сказано в предыдущем видео, где по факту уже реально на тот момент эта камера была нерабочая, теперь я могу сказать, что я поднял их обе. Обе эти камеры сейчас живы и функционируют. Напомню только один нюанс, что вот этот самый проприетарный кабель Sony у меня есть всего один, и он мне достался с первой HVC-10. Вторую без этого кабеля в принципе не включить, но благо у меня хотя бы один кабель есть, так что я смогу с ним показать обе камеры по очереди. Так, включен блок питания, черный кран, ждем прогрева видикона, точнее три никона. Есть вспышка, поднимается напряжение, включается ARU, и все работает. Да, та самая камера, которая, собственно, была в первых двух видео, вот эта вот моя, первая HVC-10. Вот она сейчас показывает картинку, надо бы ее пошатать, чтобы было видно, что снимает это именно она, где-то мой ее зум моторизированный. Вот она работает, вот она показывает. С ней, собственно, больше ничего не происходило. Напомню, что во время стрима ее распаковок в феврале 2022 года первая камера все-таки даже пыталась работать. Она даже выдавала какую-то картинку, то есть ее вполне можно было снимать. Правда, у нее практически не было цвета, картинку периодически трясло, глючило и так далее. В общем, оно пыталось работать, но явно было не очень здорово. Я переткнул кабель во вторую HVC-10, которая на момент тех предыдущих видео была мертва. И у нас есть черный кран, ждем также прогрева, вспышка и... Чудо! Вторая камера тоже показывает. Чтобы вы не думали, что это показывает вторая камера, точнее первая. Вот я могу первую пошатать, ничего не происходит. Вот я могу вторую пошатать. И да, это показывает именно она. Где там у нее зум? Вот ее моторизированный трансфокатор. Работает. И туда, и сюда. Фокус у нее фокусится точно так же. Можно даже вогнать ее в макрорежим и поснимать второй HVC-10, первую HVC-10, которая сейчас обесточена, без кабеля. Торинь и конь. Собственно, оно показывает, оно работает. Что, как говорится, и требовалось доказать. И также напомню, что как раз-таки вторая HVC-10, которая распаковывалась уже в сентябре 2022 года, при первом включении фактически была трупом. То есть, да, она включалась, да, она генерила что-то на видеовыход, но называть это картинкой с камерой было очень сложно. Ну, про цвет там вопрос вообще не заходил. Камера пыталась реагировать на свет, то есть, что-то она видела. Можно хотя бы было понять, что Треникон не потерял вакуум, он что-то воспринимает. Но там все очень было плохо. Картинка была вся какая-то сжатая, искаженная, с какими-то яркостными пятнами. Все это постоянно шумело, сверкало, искрило. В общем, ей было очень плохо. Она пыталась включаться, но картинки с нее было не получить. То есть, она реально была мертва. Ну, и как видно сейчас, ей хорошо. Конечно, после ремонта плат и замены всех электролитических конденсаторов в этой камере, так же, как все это было и в первой камере, я также повторил весь процесс настройки, который я показывал в видео, на первой камере. Причем, стоит отметить, что, да, я об этом уже упоминал, что в этой камере почему-то стояло больше конденсаторов Мацушита, чем в первой. И из-за этого повреждений тоже было больше. Если в той камере обе основные большие платы, где были эти самые Мацушитеры, они пострадали преимущественно с одной стороны, со стороны установки самих деталей, то в этой камере обе платы пострадали с обеих сторон. То есть, сгнили дорожки не только ровно под конденсаторами, но эта дрянь из них вытекшая просочилась на второй слой и сгнили дорожки, в том числе, и с других сторон обеих боковых основных плат. Плюс, когда я эту камеру разбирал, я отметил, что вот на здесь третьей плате, которая с кнопками и переключателями, явно кто-то что-то пытался делать. Там были какие-то отметки маркером и подписи сигналов, видимо, с каких кнопок что-то выходило. Не знаю, кто и зачем это делал, потому что после того, как я эту камеру отрекапил, починил платы и собрал, кнопки все работают идеально. То есть, в плане кнопок переключателей чинить было абсолютно нечего. На плате контроля зума кто-то что-то зачем-то пытался припаять. Какие-то три отрезанных провода. Куда они шли, куда они делись, непонятно. Ну и в целом, никакие другие детали, кроме вот этих самых электролитических конденсаторов, и во второй камере менять не пришлось. То есть, только конденсаторы, все остальное выжило. Есть еще один нюанс, касающийся износа этих камер, который, мне кажется, у них неравномерно. Мне кажется, что вторая отработала куда больше, чем первая. Но тут есть прикол в том, что, когда я ее только починил, ее характеристики явно прям заметно отличались от первой камеры. То есть, даже та самая вот при прогреве белая вспышка в виде кона, когда вот он только нагревается и начинает работать, у первой камеры всегда была такой, то есть, белая вспышка, какие-то там две черноватые таких кривых полоски пробегают, и потом она, значит, входит в режим. Я вот почти уверен, что у второй этого раньше не было. Точно не было вот этих двух полосок, и я не помню, чтобы была прям белая вспышка, там какой-то был другой переходной процесс. И я хотел бы вам это продемонстрировать на видео, но те клипы я не записал, когда она первый раз включалась. А сейчас, после того, как эта камера поработала, ну, как минимум часов 10, у нее нету больше таких приколов. Она выглядит по включению практически как та. Там может быть вспышка чуть короче, кривые линии немножечко не там. Ну и цветопередача у камеры немножечко отличается. Но я не могу прям вот ткнуть пальцем, что вот они прям сильно разные. Они теперь как-то сравнялись. Такое впечатление, что то ли вторая камера приработалась, то ли что проснулась у нее эта трубка. Не знаю, в общем, хотел бы я вам это показать, но уже не могу. Также у меня были в то время некоторые моменты, что мне казалось, что вторая камера даже после всех настроек имеет как-то большую длину вот этих вот шлифов от ярких объектов. И у нее больше эффект памяти, если ей отсечь свет. То есть она дольше на мишени хранит старое изображение, что вроде как должно указывать на износ Треникона. И да, есть еще один момент. Как раз вот настройки высоковольтной части, которую я показывал в первом видео про вот ту камеру, к этой не очень применимы. У нее, например, регулировка тока луча Треникона вообще сильно отличалась, во всяком случае, в первый раз, когда я ее настраивал, от поведения той камеры. Да и после финальной настройки напряжение вот эти высоковольтные могли отличаться на 10-20 вольт от той камеры. То есть у той в одном месте настроечный, скажем так, золотая середина, у этой в несколько в другом месте. Что, видимо, снова должно указывать на то, что, видимо, здесь другой износ. Ну или это просто разница от экземпляра к экземпляру. Уж не знаю. Ну и вот для сравнения, вторая ЧС-10 сейчас снимает довольно темную сцену, в которой лежит вот там вот рулон металлической ленты, который дает сильный блик. И вот, по идее, если пошатать сейчас камеру, вот видно от этого блика как раз тянется влево-вправо шлифт. То есть он запаздывает относительно движения. Также видно, что, собственно, белая вот эта вот ножка тоже не сразу пропадает из изображения. Но вот если я сейчас ей полностью перекрою изображение, то есть я сейчас просто рукой ей закрою объектив, а рука у меня вроде не стеклянная, свет не проводит. Во всяком случае, не в том количестве, чтобы камера увидела через меня все остальное. И посмотрите, как будет ее мишень на это реагировать. То есть видите, да, я ее двигаю, а мы видим практически старую сцену. Там и лава-лампа, и эта катушка, и ножка, и подоконник. То есть у нее такой нехилый очень даже эффект памяти. Вот еще раз. Опа. И мы все еще видим старую сцену. Сколько времени? Как минимум секунд 10. Вот прогревается первая. И говорил я ранее как раз именно про вот эту самую вспышку белым. Вжух! И полосы. Теперь она у этих двух камер плюс-минус одинаковая. Вот сейчас первая камера смотрит на ту же самую сцену с бликом. Можно ее подвинуть примерно в то же место. И я не могу сказать, что у нее как-то прям сильны короче эти самые шлейфы. И эффект памяти от белых объектов в сцене тоже вполне себе проявляется. Так же, как и у второй камеры. То есть раньше мне казалось, возможно, что у этой больший износ. Сейчас они как-то сравнялись друг с другом. Если закрыть этой, мы точно так же видим сцену. Но опять же у меня есть ощущение, что рассасывается эта сцена на этой камере быстрее. Может мне опять же кажется, но есть у меня такое впечатление. То есть да, мы видим тоже белые объекты, лаволампу, вот это все. Но вроде как тусклея. Короче, не знаю. Ну, в общем, суть в том, что обе они работают, обе они починены, обе настроены. Все шикарно. Но есть еще один момент, еще один сильно изнашиваемый в камере элемент. Это тоже радиолампа, только это LT, электронная лучевая трубка. Тот самый телевизор, который стоит сверху и показывает изображение с трубки. И вот это сейчас вторая HVC 10. И вот это выгорание LT. Вот эти вот какие-то коричневые пятна, это то, где что-то эта камера очень долго показывала. Настолько, что там выгорел люминофор на трубке изнутри. И мы теперь имеем на ровном, залитом черном растре вот такие вот темные следы. И как бы учитывая, что вроде как они довольно-таки выраженные, хотя я не могу как-то понять, что именно она снимала, такое впечатление, что камера чуть ли не в видеонаблюдении работала какое-то время, снимая статичную какую-то картину очень долгое время. Потому что само по себе такое на LT не появляется. То есть все-таки, видимо, эта камера действительно очень много где-то отработала. И если открыть диафрагму обратно, то это уже становится не так и заметно. А вот и видоискатель первый HVC 10. И очевидно, что заливка тут куда более равномерная. Разве что есть небольшие вертикальные полосы слева. Никакого почернения, никаких пятен здесь нету. Растр абсолютно ровный. И это при том, что первая HVC 10 вроде как по серийнику более старая камера. То есть, по идее, в теории наработать должна была больше. Но, видимо, ей скорее больше повезло. И работала она меньше, чем вторая HVC 10. Потому что, вроде как, и треникон здесь в более хорошем состоянии. И LT в видоискателе, как видно, тоже не выгоревший. Но при этом стоит отметить, что они примерно на одной и той же яркости. Нельзя сказать, что во второй десятке LT прям посаженный и ничего не видно. Нет, они на вид примерно одинаковые. Мне таки в комментариях к видео подсказали, что же делает вот эта пипка на ручке. Учитывая, что у меня в детстве, в юношестве, да, в принципе, практически никогда не было ни камеры, ни камкордера никакого. То для меня эта фича оказалась в новинку. Плюс у всех остальных вот этих вот камер Sony из 80-х, тысячных и прочих нет такой фичи. Ни у HVC 2000, ни у 3000, ни у 4000, ни у HVC 80. Этой фичи нет. И это крепление для крышки объектива. Все это время вторая половинка этой кнопки была у меня перед глазами. Но, видимо, из-за того, что они разного цвета, я один плюс один никак прибавить не мог. Но, оказывается, это удобный способ хранить крышку. То есть, вместо вот этой вот вечно болтающейся штуки, которая стучит на микрофон, задувается ветром, во всяческом и мешает, оказывается, достаточно сделать всего лишь вот так. И все. Оно аккуратненько припарковано, под руку никуда не лезет и абсолютно ничем не мешает. Снимается оттуда только для того, чтобы поставить баланс белого. И сразу ставится обратно. Удобно, блин. В основных видео про эту камеру я говорил, что я так и не понял, что же делает вот эта кнопочка RR. И беглый взгляд по инструкциям от тысячных камер тоже ответа на это не дал. Пока я не забурился глубоко в инструкции от HVC 4000, где я нашел кнопку REC REVIEW. Если подумать, то REC REVIEW как раз-таки сокращается до RR. И, судя по описанию, в 4000-й эта кнопка должна была отматывать последние несколько секунд, воспроизводя их в видыскатель самой камеры. То есть, давать возможность просмотреть, что только что было отснято на видак. Но, так как я спаривал эту Sony не с бета-видиком, а коробочка-переходник, видимо, не умеет достаточно умно общаться с VHS-рекордером Panasonic, который в теории такую фичу тоже поддерживает, только для Panasonic-овских же камер. Короче, в моем случае эта кнопка ничего не делала, поэтому я и не мог понять, зачем она. Но да, скорее всего, это RECORD REVIEW. То есть, фича, которая была только в топовой камере из линейки тысячных камер Sony. Интересный нюанс про автоматизированный баланс белого. Напомню, что в этой камере, чтобы настроить баланс белого автоматически, нужно навести камеру на белый лист или на источник света с закрытой крышкой объектива и нажать вот эту круглую кнопочку. После чего установленный баланс белого автоматически хранится в камере на протяжении нескольких часов, поддерживаемый ионистором внутри. Так вот, в той самой линейке тысячных камер Sony, ни в 2000-й, ни в 3000-й, ни в 4000-й, такой фичи в принципе нет. Там баланс белого строго ручной с переключателем. И только когда я открыл инструкцию на HVC 2500, обновленную камеру, инструкция которой, кстати говоря, датируется маем 1983-го, то есть позже, чем дата выхода вот этой HVC 10-й. И вот уже у 2500-й ручка настройки баланса белого имеет в том числе положение авто для аналогичной подстройки по белому листу. Получается, вероятно, это, наверное, первая из сонетских камер, где этот автобаланс вообще есть. Но это не точно. Немного дополнительной информации про систему автоматической подстройки баланса белого этой камеры. В предыдущих видео я упоминал то, что на левой плате, там, где происходит как раз вся видеообработка и яркостные цветовые составляющие, там были два больших переменника рядом с ионистором, назначение которых я так и не понял. Покрутил в обе стороны, ничего не нашел, вернул обратно. Но уже потом, ковыряясь как раз-таки системой баланса белого, я обнаружил, что эти переменники отвечают за целевой белый цвет, к которому стремится камера. То есть то самое, что будет белым после того, как была нажата кнопка White Balance сбоку. Для пояснения я сделал вот такую небольшую иллюстрацию, чтобы было видно, что один переменник, условно говоря, от нейтрального белого регулирует в пределах от голубого до мадженты, а второй переменник от фиолетового до зеленого. Соответственно, балансируя эти два переменника, нужно получить, чтобы после выполнения баланса белого по белому листу или по фильтру на крышке объектива, цвет был на выходе именно белый, а не с каким-то цветовым оттенком. Ну и еще хотел бы показать небольшое демо. У меня здесь есть такой вот интересный значок. И вот как сейчас камера его видит, это ее сейчас стандарты, скажем так, баланс белого, то есть когда не выполнена автоподстройка, это ее сейчас пресет дефолтный в режиме съемки в помещении. Если я переключу выключатель, который синхронно переключает и настройку в камере, и помещает фильтр желтый специально на пути объектива, стало все немножечко пожелутее, стало потеплее и чуть-чуть потемнее. Это фильтр для съемки на улице. На улице цветовая температура обычно куда холоднее, чем в помещении, поэтому камерой, во-первых, немножечко притушает яркость для улицы, во-вторых, температуру немножечко снижает, чтобы было чуть более желтоватое изображение. Также любое изменение положения этого переключателя сбрасывает то, что было автоматически настроено балансом белым, к значениям по умолчанию. Сейчас камеру освещает очень-очень желтой, как видно, довольно направленная светодиодная лампа. У нее цветовая температура, по-моему, 2700 Кельвина, то есть довольно-таки желтый цвет, что-то близкое к цвету лампочек накаливания. И давайте попробуем на этом источнике поймать какой-нибудь баланс белого. Боюсь, с фильтром не получится, а лампочку я не могу опустить ниже, поэтому сделаем баланс белого именно по условному белому листу. Я подставлю сюда что-то белое и нажму кнопку «Уполнение баланса». Моргнуло синим, видно, что немножечко побелела салфетка. И после подстройки вот так вот выглядит этот значок. То есть для камеры, которая сейчас снимает видео, этот цвет довольно желтоватый, эта же камера после подстройки именно по белому листу показывает вполне адекватные цвета. То есть никакой желтоватости или синеватости здесь нет. Но у меня есть еще вот такой вот источник света. Это очень-очень старый и очень китайский фонарик на старом светодиоде с очень холодным спектром. То есть он очень синявый, практически фиолетовый. Видно, что вот на этой камере он прям реально такой фиолетовый. И давайте посмотрим, что будет, если я буду освещать эту же штучку им. Но я думаю, не надо объяснять, что с этим источником света камера видит тот же самый значок в очень синявых, в очень холодных цветах. Даже рука у меня вся синяя. Давайте сбросим ей баланс белого на значение по умолчанию, передернув рычажок вверх-вниз. Как видно, это сильно ничего не поменяло, потому что камера по умолчанию настроена на довольно теплую цветовую температуру. Ну а теперь я могу сюда поставить фильтр, сделать, чтобы камера видела белый цвет, и нажать кнопку настройки баланса белого. И опа! У нас внезапно стало все, скажем так, белее. И, пожалуйста, тот же самый значок при том же самом синявом фонарике камера теперь видит. Ну, в целом адекватно. То есть при таком источнике света у него очень плохое качество самого света, поэтому ожидать адекватной цветопередачи от него не приходится. Но хотя бы у меня не какие-то синие, фиолетовые, желтые руки. Да, цвет рук все равно немножко странный, но это уже такое. Это, скажем так, уже нюансы. Можно еще провернуть тот же самый трюк, учитывая, что это у нас довольно холодный источник. То есть как будто съемка на улице. Я просто сделаю фильтр на съемку на улице и снова нажму кнопку подстройки. Возможно, фильтр, встроенный в объектив, нам немножечко сделать картинку получше. Вот у нас, собственно, значочек. Ну и, пожалуй, да, с фильтром шелтоватым при съемке в холодных источниках явно цвета будут получше. Так что себе на заметочку, что при съемке в холодных источниках, не важно улице это или нет, лучше включить встроенный в объектив фильтр, пустить, ценой небольшой потери светового потока. И просто совсем уже приколы для... Я включу обратно желтый источник света. И как теперь камера видит, будучи настроенной на холодный источник света, при теплой цветовой температуре, видит вот так очень желто-оранжево все. Ну и, соответственно, можно сбросить баланс белого, переключив туда-обратно. И вот у нас в дефолтном, относительно теплом для этой камеры балансе, теперь снова полоски нормальные. Не обращайте внимания, я просто в очередной раз подкручиваю немножечко видеотракт, чтобы сделать цвета наиболее красивыми. Пришло время поговорить про то, какие аксессуары я все-таки смог купить к своей HVC10. Как насчет начать вот с такого сундука? Я ранее говорил то, что к ранним горбатым камерам Sony шел серебристый такой ящик. Вот он. С надписью Sony сверху, с надписью Trinicon сбоку. С такими вот ламками, которые можно закрыть ключом и крышкой. О, этот блогер совсем кукухой поехал. Он в аксессуары к одной камере покупает еще одну камеру. Можно было бы сказать, но это не совсем так. Это тот самый случай в очередной раз в моей жизни, когда мне что-то нужное продается только в комплекте с чем-то мне ненужным. Поэтому, да, я купил как раз одну из горбатых, обычных, в кавычках, камер Sony. Тоже на Trinicon. с некоторым комплектом, включающим в себя вот этот самый чемодан. Причем к чемодану еще и идет, собственно, ремешок для ношения этого самого чемодана, потому что здесь с боков есть крепление для него. Тут же есть и набор ключиков, чтобы закрыть замочки этого самого чемодана. Но самое-то главное, что во всем этом ящике лежало и что меня интересовало, это был вот этот вот червь-кабель. Его модель в каталогах CCK10. Есть еще аналогичный ему CCK5. И цифра в конце означает его метраж. Это 10-метровая бухта кабеля-удлинителя для того самого K-Type коннектора. То есть для всех вот этих вот соневских внешних камер. То есть это тупо удлинитель для моей H-C10. Он не относится напрямую именно к этой камере или к какой-то еще камере. Это разъем, который использовался на всех камерах Sony и только на камерах Sony. Но у меня H-C10 что? Правильно, Sony. Я как раз хотел найти к ней удлинитель. К сожалению, в продаже отдельно этот удлинитель я найти нигде так и не смог. Поэтому пришлось купить его в комплекте вот с этим вот ненужным мне барахлом. Но, к счастью, хозяина на это барахло я уже нашел, так что надолго оно у меня не задержится. И не ждите от меня видео по этому поводу. Просто, чтобы далеко не ходить, я покажу кратко прямо в этом видео, что эта камера лежит здесь в своем там отформованном ложементе. Но, как видно, даже лежа в довольно-таки просторном большом ящике, с нее все равно приходится снимать видоискатель и положить его отдельно. Потому что иначе он торчит вот в эту сторону и не влезает в коробку. Ее пришлось бы делать еще больше. Ну и да, это горбатая Sony, это HVC-F1, которых просто как грязи на японских аукционах. Я недавно делал, собственно, стрим, когда распаковывал эту камеру, где показывал, что их в одномоменте валяется там чуть ли не 10 штук. Она во мне HVC-10. Состояние у нее так себе, в транспортировке она немножко пострадала, поэтому здесь каптоном я уже замотал видоискатель, потому что его немножко приложил и раскрошил в процессе. Где-то там еще пластик торчит, отколотый. Она немножечко вся такая плесневелая, объектив весь грязный, но это такое. Но эта камера вот очень похожая как раз на, как я говорю, обычные вот эти старые камеры. Вот как я показывал в видео пример с камеры от Panasonic. У меня не было тогда вот такой горбатый Sony для примера. Вот она очень похожа на ту Panasonic. То есть у нас ручка сбоку под объективом, а не интегрирована в тело камеры. Она довольно сильно торчит вбок. У этой камеры даже нет никакого автофокуса, как у UCS-10. А вот у Panasonic вот здесь стоял еще отдельно большой датчик фокусирования. Как у Panasonic здесь предусматривается установка на плечо. Причем здесь даже нет никакой ни мягкой, ни выдвижной площадки. Просто вот такая отформовка только на правое плечо. И как у Panasonic у того, здесь вот такой вот здоровенный поперечный видоискатель, который мало того, что надо настраивать, так его еще надо сначала прикрутить. Если у Panasonic он штатно умеет складываться и храниться вдоль камеры, то здесь его приходится как видно в коробке вообще складывать отдельно. То есть достал из коробки, сначала сиди прикручивай видоискатель. Но не полностью, потому что его еще надо настроить. Потому что что? Правильно, ты сюда прижимаешься лицом, а сюда глазом. И тебе надо под свою голову настроить две оси вылета этого самого видоискателя, прежде чем ты вообще сможешь начать с ней работать. И это придется скорее всего делать итеративно, потому что с первого раза ты наверняка не угадаешь, потому что это еще надо на плечо при этом стоять, примеряясь. То есть, как и Panasonic, оно высокое, оно широкое, оно горбатое, как я называю эти камеры, с ручкой, ну такое. Здесь нет автоматического баланса белого, что есть у HVC 10 и всяческие крутилки, чтобы хоть как-нибудь попасть в баланс белого. Что забавно, здесь объектив по сути той же самой модели, как в HVC 10. Почему забавно? Потому что у HVC 10, как я понял, один из лучших объективов среди вот этих Sony-ских именно отдельных видеокамер. Потому что из того, что я искал по всяческим документам про вот эти старые горбатые Sony-камеры, где-то там исходно была еще, видимо, конец 70-х, начало 80-х HVC 80 в таком же горбатом корпусе, только она обычно была черного цвета. Где-то 81-82 года выходила линейка тысячных камер Sony HVC 2000, HVC 3000, HVC 4000, из которых 4000-я была самая крутая и навороченная, 2000-я самая ушлепская. И именно у 4000-я стоял точно такой же объектив, который потом встал в HVC 10 и, как выясняется, в HVC F1, то есть на момент выхода 1000-й линейки вот этот объектив был только на самый лучший из трех. Покажу, наконец, крупные вот эти разъемы, вот, собственно, для внешнего пульта. Куда крупнее, совершенно другой похожий на обычный DIN-разъем. И разъем под видоискатель. Похожий по размеру и конфигурации, но имеет другие отформовки внешнего кольца. Одно в другое не вставляется. То есть позаимствовать от какой-нибудь обычной камеры без дополнительного колхозинга и напилинга видоискательный вот этот кабель не получится. Микрофон здесь не строен в корпусе, оболтается внешним. Ну, в общем, обычная, неинтересная для меня трубочная камера. Пусть и Sony. Еще один атрибут обычных камер, не только Sony, но вообще всех практически камер того времени, это то, что кабель штатно приделан к камере наглухо и никак отсюда не снимается. То, что я видел по HC10 и думал, что у всех Sony, наверное, это фича только HVC10. И плюс толщина этого кабеля, вот насколько он здесь довольно толстый, пусть и не сильно дубовый, но он все-таки довольно толстый и гнется так себе. Для сравнения рядом с кабелем удлинителя CCK10, CCK10 еще более толстый кабель, хотя, к счастью, тоже не очень дубовый, а это сравнение с кабелем от HVC10, тем самым с проприторным разъемом. Кабели делают абсолютно то же самое, ничем не отличаются сигналы в них, только у обычных камер Sony это вот такой шланг в десяточке, аккуратненький, тоненький, мягкий, очень удобный кабель. Мелкняшн HVC10 против горбатая грабина. Я думаю, по ширине тут уже и так все понятно, а если по высоте, то как бы мелкняшн HVC10 вместе с видоискателем, который никак не надо настраивать, против горбатая обыкновенная HVCF1 с ручкой, видоискателем и всеми этими радостями. HVCF1 я вскрывал сразу на стриме с ее распаковкой и я не был впечатлен внутренностями. У меня такое впечатление, что вот эти вот горбатые камеры, это вот они когда-то в 70-х в самом конце, видимо, разработали новый на тогда дизайн и никак вообще не хотели его менять. Консервативно тянули вот этот вот ступенчатый горбатый корпус до последнего. Да, меняли там объективы, меняли начинку, апгрейдили трениконы, что-то там меняли немножечко по электронике, но компоновка, расположение органов управления, вот эта вся конфигурация стандартная для тех камер, они ее тянули до победного вот до 83-го года. То есть HVC 80, HVC 2000, HVC 3000, 4200, 2200, 2400, 2500, 2800, F1, F2, вот они все вот именно с этой обычной компоновкой. Документов, подтверждающих это у меня естественно никаких, это сейчас сплошные спекуляции и догадки, но есть ощущение, что они тянули вот этот Legacy Design 70-х, но в какой-то момент решили, что давайте мы все-таки сделаем новую камеру, вот прям вот новую с ноля. Вот мы просто возьмем плюс-минус схему, которая нам знакома, вот наш треникон классный, и вот все схемы, которые нужны для того, чтобы заставить этот треникон работать. Возьмем нашу замечательную, самую лучшую оптику, которая у нас есть и попробуем сделать заново, а не тянуть вот это вот старое Legacy. Взяли новую команду разработчиков, сказали, ребят, вот вам наше лучшее, сделайте заново, только зашибись. Они сделали HFC 10. Ничего общего по конструкции между ними, кроме объектива и может быть треникона, нет. Даже треникон в HFC 10 стоит в другой модели. Хоть и физические и под соколи вроде совместимые, но там стоит CT2162, которая, насколько мне известно, в никаких других камерах Sony больше не ставилась. Здесь, например, стоит CT2133. И спойлер, этот самый CT2133 это причина, почему конкретно вот эта камера не работает и ремонту не подлежит. Хотя внутри у нее не обнаружилось ни одного вытекшего конденсатора, ни одного вспухшего конденсатора, возможно, это сослуга фирмы Nippon Chimikon, именно ее конденсаторы здесь сплошь на всех платах стоят, ни одного панаценик-масушита, поэтому плата здесь чинить после коррозии не нужно, к счастью, но Trinicon в этой камере мертв. Как показало первое включение, там сразу начинается дискотека со светом музыкой. Ну, по факту там просто начинает все мерцать и светиться синий-фиолетовым цветом, что говорит о том, что в этой радиолампе появился газ. Учитывая, что исходно в ней газа никакого не было, это означает, что она насосала воздуха снаружи. То есть радиолампа и что она работать больше никогда не будет. Чтобы отремонтировать эту камеру, даже если все остальное в ней живое, хотя с объективом есть некоторые сомнения, судя по его частоте, но тем не менее, даже если предположить, что все остальное здесь живое, без замены Trinicon эта камера никогда больше ничего показывать не будет. Трубка здесь мертва. Причем она мертва не только тем, что она сосала воздуха и больше не может работать как радиолампа и как сенсор, но у нее есть еще и вторая проблема. Как выясняется, вполне себе типовая для этих Trinicon'ов, стоящий перед мишенью прямо внутри Trinicon'а инфракрасный фильтр немножечко сгнил. Как должен выглядеть нормальный живой Trinicon с целым фильтром, я показывал в предыдущем видео, но можете вот сейчас на него полюбоваться. Он должен быть чистым, прозрачным и иметь такой красноватый рыжеватый блик. На просвет этот фильтр должен быть слегка сине-зеленым. Здесь же этот фильтр никак не дубликует, кроме белого, потому что, по всей видимости, там разложился, деградировал какой-то клей, скрепляющий часть этого фильтра воедино, и поэтому теперь он снаружи белый, с него что-то сыпется, сошелушивается, и на просвет он очень-очень мутный. Да, этот фильтр в Трениконе в теории съемный, то есть его можно снять и, к сожалению, не выкинуть. Он влияет на оптическую систему, если просто выкинуть, во-первых, изменится фокусирование, придется либо что-то еще двигать, либо не получится никогда нормально сфокусироваться, плюс оно влияет на восприятие Треникона цветов. Нормальный цветопередач без этого фильтра с камеры потом больше не получить, то есть его надо либо как-то пересобирать и чинить, либо менять на какой-то аналогичный, но живой из какого-то другого Треникона. В общем, нужен донор. Здесь трубка сама по себе мертва, поэтому то, что там что-то с фильтром уже и не так важно. И всю трубку надо менять полностью. И как выясняется, это две довольно типовые болячки Трениконовых камер. Я на Ютубе встречал не одно видео, где видно и Трениконы, которые потеряли вакуумы, светятся изнутри, как и проблемы с этими ЭК-фильтрами, которые сгнили, стали рассыпаться и более непрозрачны. И как бы эта камера сделана, судя по датам на пластике, где-то в 81-82 году. То есть она по году буквально рядом с моими HX-10, которые 82-й год. Максимум год между ними разница. Тем удивительнее, что в моих HX-10 в обеих все в порядке и с вакуумом в Трениконах, и с ЭК-фильтрами. То ли удивляться, то ли репу чесать, то ли радоваться. Может быть, что-то поменяли в технологии конкретно вот этого уникального в кавычках светочувствительного сети 21-62, стоящего именно в HX-10. И он не страдает этими типичными для Треникона болячками. Не знаю. Никаких данных, подтверждающих это у меня нет, кроме вот такой статистики. Моя теория о том, почему HX-10 так мало, почему она редкая, почему о ней никто ничего не знает. Эти камеры тянулись в конце 70-х до 82-го, 3-го года. И та команда разработчиков смогла родить HX-10 где-то к концу 82-го она была готова. Потому что в манее первой HX-10, если верить датам на пластике, она сделана в декабре 82-го, начале 83-го года. Каталог, который я показывал в прошлом видео, где HX-10 значится как новинка против всех остальных, которые уже были на тот момент, включая F1, каталог был от марта 83-го года. Но у Sony в этом же самом 83-м году произошло знаковое событие. То, с чего я начинал всю серию этих видео про HX-10, то, что когда-то камера это была только камера, а не камкордер. То есть камера плюс рекордер. Именно в 83-м году компания Sony выпускает первый в мире бытовой камкордер. Тот самый бетамуви. Они объединили свои обычные отдельные камеры наконец-то в одном корпусе с рекордером, то есть с магнитофоном бетамакс. Там были свои приколы с тем, что записывать этот рекордер мог, а показывать нет, надо было обязательно кассету вставлять в отдельный видак. Плюс габариты этого, естественно, были куда больше, чем даже вот эта горбатая обычная камера, потому что видак, он все-таки куда больше занимает места. Но, тем не менее, это была по сути тоже трубочная трениконовская камера с прикрученным уже на заводе внутри корпуса видаком. И это было в мае 83-го года. И судя по тому, что я видел по всяческим брошюркам, рекламам и прочим материалам, после 83-го года найти хоть какие-либо упоминания обычных камер Sony невозможно. Видимо, было принято какое-то решение на высоком уровне в компании. Вот они наконец-то первыми в мире родили камкордер. Все. Мы теперь компания, которая делает камкордеры. Не эти ваши убогие бытовые камеры. Поэтому мы зарезаем все линейки камеры, выпиливаем из всех каталогов, их больше нельзя купить, мы их больше не производим. У нас теперь камкордеры. Опять же, это моя теория, но, возможно, она имеет под собой некоторые основания. Только этим могу объяснить то, что только что доделанную, классную, замечательную, технологичную, компактную, легкую, меньше всех кушащую электричество HVC-10 не найти. Потому что в каталогах до 83-го года можно найти даже упоминаний камер 80-го года, как бюджетные линейки и так далее. После 83-го года, когда появился камкордер Beta Movie, нет упоминания о том, что, да, вы можете в качестве альтернативного дешевого варианта купить наше старое говно. Нет, вот мы теперь камкордеры, поэтому вот это все отправляется в печь. И, видимо, проект вот этого обновленного дизайна обычной камеры оказался не очень вовремя. Да, его сделали, да, камера получилась классная, она была даже дешевле, чем вот эти но спустя буквально 2-3 месяца появляется камкордер. И 83-й год получился годом и рождения HVC10 и, видимо, годом смерти, потому что камкордер и все остальное больше не нужно. Видимо, поэтому HVC10 прожила недолго, продалась чуть-чуть и о ней мало кто что знает. А тем не менее, камера, как по мне, получилась хорошей, куда удобнее, функциональнее, лучше, чем вот эти старые гробы. Просто камкордер вылез не вовремя. Покопавшись еще в инструкциях, я нашел некоторые еще дополнительную информацию касательно, ну, можно сказать, истории HVC10 и, опять же, ее некоторые связи с тем самым бета-мовикамкордером. Для того, чтобы понимать, к чему я клоню, давайте посмотрим на вот такие вот микросборки, которые находятся внутри HVC10. Это вот микросборка, обрабатывающая яркостный сигнал. Здесь, как видно, есть полно всяческих сонинских микросхем. Sony делала много своих собственных чипов и обычно у них наименование начиналось CX и далее какой-то там номер. Например, CX10042, CX10038, CX20065. Это какие-то, я так понимаю, фильтры, это не микросхема. И еще одна микросхема, у которой на данной фотографии не видно маркировки, но если под определенным углом посмотреть, то на ней написано CX896. Вот вторая микросборка с видеоплатой. Эта сборка отвечает за обработку цвета. Видно, что здесь и чипов больше, и подстроек больше, но здесь тоже преимущественно все кастом Sony чипы и у нас тут CX10041, CX20066, CX7956, CX20059, CX20063, CX22017 и CX20064 написано. И еще, кстати, на этих чипах можно разглядеть даты. 82-й год, 26-я неделя, 82-й год, 24-я неделя, 82-й год, 25-я неделя. То есть, вот эта моя первая HSC10, она все-таки именно где-то конец 82-го года, а не 83-й. Кроме того, что Sony делала собственные микросхемы, она еще делала вот такие вот, не знаю, макро- или мини-сборки, это все-таки назвать вот такие керамические платки, и именно микросборки, залитые компаундом, например, BX1167A. И именно микросборки, они обозначают BX, то есть микросхема у них CX, сборки BX. Вот еще один вариант. Здесь, к сожалению, нету маркировки, ее не видно, но вот здесь вот стоит две одинаковых по факту сборки BX1171, и это высоковольтная часть, которая управляет трениконом. Когда теперь есть понимание, куда мы идем, давайте посмотрим, откуда. Здесь у меня есть несколько сервис-мануалов на сонитские камеры, 2000-е, 3000-е, 4000-е, 2500-е и сонитский Comcorder BMC100, тот самый Beta Movie. К сожалению, ни на какие другие камеры я, как ни пытался, не нашел никаких мануалов, то есть, например, на 2200-е, 2400-е, 2800-е, на них я ничего найти не смог, так что их историю проследить у меня не получится. И что еще касается истории, надо посмотреть на даты. Инструкция на 2000-е значится за 80-й год, на 3000-е тоже за 80-й год, на 4000-е за 82-й год, а вот на 2500-е уже аж май 83-го. Понятное дело, что это по факту дата производства конкретной ревизии инструкции, и если, например, инструкция когда-то была выпущена в 79-м году и было там, допустим, 4 ревизии, то у какой-то там 4-й может быть вполне 83-й, то есть, эта дата не означает дату выхода камеры на рынок или дату производства конкретной камеры. Но хотя бы примерно плюс-минус там пару-тройку лет можно понимать где эта камера выходила. А теперь давайте посмотрим на то, что касается работы как раз-таки с трубкой треникона во всей камере. Начнем с 2000-й, как, наверное, одной из самых старых камер. Тут есть как раз предусилитель, то самое в железной коробочке, куда заходят два контакта с мишенью, трансформатор. И у нас тут сразу по входу встречает некоторая по всей видимости микросборка разнооблазначная BX376. Также рядом у нас здесь есть уже какая-то микросхема CX810. Есть некоторый DTL-усилитель CX815. Тут есть некий генератор пилы BX378, и это именно микросборка. Декодер, видимо, цвета, судя по всему, CX811, то есть это микросхема. Далее, наоборот, энкодер цвета, и это микросборка BX380. Но вот что из показанного сейчас важно, что ни одна из этих сборок не пересекается с тем, что есть в HVC10. Если сравнить схему с HVC3000, то я могу вам заранее сказать, что я практически не вижу здесь никакой разницы. Я буквально не смог найти ничего, что отличается между схемой 2000 и 3000. Не знаю, может там пара каких-то выключателей добавили, или оптику ставили получше. В общем, по факту схема здесь та же самая. То есть все те же самые микросборки, микросхемы. Вот что было в 2000, все то же самое стоит и в 3000. В 4000 снова предусилитель старинекона. И здесь уже несколько иной тракт. Здесь появляется некоторая микросхема CX10002. Такой не было в предыдущих камерах, но ее также нету и в HVC10. То есть это что-то такое промежуточное. Далее здесь появляется большая микросхема по названию процесс, видимо процессинг яркостного канала CX896. И это то, что есть в HVC10. Но, опять же, из нюансов вот этих вот камер, здесь вот сбоку видно платы. Платы в них большие, две платы с двух сторон. Если в HVC10 вот эта вот микросхема стоит на керамической сборке, то в этой камере таких сборок просто нет. То есть это где-то все стоит на одной большой плате. Но, однако, вот эта микросхема обработки появляется в этот момент. Тут есть еще какая-то микросхема CX10018, но такой, опять же, в HVC10 уже нет. DTL усилителя остался CX815, как был в 2000-е и в 3000-е камере. Декодер цветовой также не поменялся, остался CX811. Зато энкодер цвета сменился, и это теперь микросхема CX22017. И такая тоже есть в HVC10. Мы видим некоторую прогрессию. Есть определенные какие-то микросхемы, которые в ранних камерах вообще не пересекаются с HVC10. Есть чуть более поздняя и навороченная камера, в которой появляется часть микросхем, которая позже появится в HVC10. Но все еще остаются какие-то чипы, которые в десятке уже отсутствуют. Переходим к еще более поздней камере HVC2500. И здесь чипсет от 4000 по факту не меняется. Та же самая 100002 в начале. Обработка видео та же самая 896. Здесь там какой-то 10018 такой же, как и был. Декодер также не поменялся со старых еще камер CX811. И энкодер остался тем же, что был в 4000 камере CX22017, которая есть также в HVC10. Тут есть еще какой-то формирователь пилы CX895. И в HVC10 такого нет. Как нет и вот этого формирователя импульсов CX779. То есть эта камера относительно поздняя, она где-то тоже 82-83 год, как и новомодные HVC10. Но как мы видим, схема обработки видео имеет некоторые одинаковые чипы, то есть оно явно приходит одно к другому, но по этой схеме нельзя ориентироваться внутри HVC10. То есть это разные камеры, у них разные трек обработки. Да, похожий, но разный. А теперь мы переходим к первому камкордеру Габлетамуви. Ну, по факту, что такое камкордер, это просто камера плюс рекордер. Поэтому здесь это по схеме даже проследуется, что у нас есть кусок, которой камера, есть кусок, который отдельно видак внутри этого аппарата. Поэтому как видно, схема даже очень похожая CX10. Но тут у нас уже отличается кое-что. Обработка цвета. Микросхема поменялась. И теперь это CX10041. Такой микросхемы нет ни в одной из тех камер. За то, что важно, эта микросхема есть в HVC10. Здесь вот еще есть сервисная микросхемка. Мы уже видели аналог ее в предыдущих камерах, но не было такого чипа. CX20059. Если раньше вот здесь, например, ту же самую функцию делала некая CX895, то здесь теперь такой номер чипа, и этот самый чип присутствует внутри HVC10. Энкодер цвета здесь остается все еще, насколько я помню, 4000-ой камерой CX22017. То есть это тянется вплоть до самых поздних камер, включая HVC10. А теперь давайте посмотрим на еще один важный элемент, который опять же получается роднит тот самый первый камкодер HVC10, который он убил. Это схема баланса белого. А то у нас тут есть декодер цветовой на какой-то старой микросхеме. Раскладывается это все на цветоразностные сигналы, а далее к этому всему банально подцеплена сеть резисторных делителей. И вот они выключатели, которые снаружи камеродоступны для выбора цветового баланса, они просто выбирают ряд резисторов, в которые включаются схемы для изменения этого самого цветового баланса, только и всего. И управление балансом белого, как видно только ручное, здесь ничего другого не происходит, только вот эти резисторы и переключатели. Как я говорил, схемы 3000 от 2000 по-моему ничем не отличаются, поэтому здесь абсолютно все то же самое, только ручной баланс белого. Схема 4000 скомпонована немножечко иначе, вот у нас декодер цвета, вот у нас энкодер цвета, а баланс белого вынесен аж вот сюда. Но суть-то не поменялась, те же по-прежнему это все ручной баланс белого. И только когда мы переходим к 2500 и относительно поздней камере, вот у нас тот же самый декодер, здесь у нас тот же самый энкодер цвета, и тут у нас цветовая часть вынесена аж вот сюда, вот на эту страницу, и тут есть кое-что новенькое. Да, у нас тут есть баланс белого с выключателями и где-то наверное даже расположенными резисторными делителями, очень интересный чип, и у него здесь соответственно приходит на вход через буферы цвета, здесь вот есть крутилки для выставления автоматического баланса белого, то есть для выставления белого после срабатывания автобаланса, и вот эта вот штучка делает как раз автоматический баланс белого, приходят сигналы цветоразностные, и внезапно внутри вот этой микросхемы, несмотря на то, что камера у нас аналоговая, вся целиком и полностью, у нас здесь внутри немножечко цифры зародилось, потому что у нас здесь есть там некоторый счетчик, и даже шестибитные цапы, да, как бы цап сделать для этого, ну, сильно много придумывать не надо, вспоминаем кавоксы, R2R цапы, то есть по факту то, что там вот где-то вот здесь были резисторы на делителе, это тоже в своем роде цап, ну вот, шестибитный цап, два канала, то есть на два цвета разностных, но здесь оно у нас работает автоматически, то есть оно дает некоторую уставку вот здесь вот этими двумя подсрочниками, которые мы настраиваем белый в сервисе, а вот этот чип потом просто подбирает, чтобы эту разницу минимизировать, то есть это некоторая полуцифровая, можно сказать, автоматизация, которая дает автоматический баланс белого по белому листу, но тут еще много всяческих там компараторы обвешаны, стандартный 324, ну, немножко обвязки, короче, 2500 появился дополнительный интересный чип, но что важно, на фотографиях HVC 10 этот чип не найти, как и нету здесь, например, каких-то микросборок, которые есть в HVC 10 и здесь их тоже нет, поэтому предлагаю посмотреть снова на BMC 100, на камкордер первый, и тут мы видим некоторые дополнительные двуной контуры, обозначающие некоторую структуру отдельную, и мы видим подпись IC507 BX1167, где-то я это слышал, явно не во всех тех камерах, которые мы сейчас рассматривали, где же это могло быть, ах да, HVC 10 BX1167A, микросборка, которая стоит где? Правильность, рядом с тем самым ионистором, который хранит баланс белого, и теми самыми двумя подстроечниками, которые регулируют уставку баланса белого, хм, кажется мы нашли откуда оно взялось, вот здесь откуда оно взялось, потому что HVC 10 вышло раньше, и тут видно показана немножечко структура внутри этой микросборки, если я поразглядывать ту сборку в камере в моей, то там тоже видно, что там какие-то чипики, детальки стоят под компаундом, естественно не видно их маркировки, и тут внутри маркировка и номиналы никакие не подписаны, но если присмотреться вот к этому, это похоже на две микросхемы внутри, это очень похоже на какой-то стандартный счетверенный операционник или компаратор, это совершенно стандартная распиновка с питанием посередине и четыре отдельных узла, а здесь специализированная микросхема с шестибитными ЦАПами под счетчиком, где-то я это видел, с x7950, два выхода, ножки 4,3, ножки 4,3, два входа, ножки 1,2, ножки 1,2, тут еще какие-то логические элементы, выходы 11,12, логические элементы, 11,12 и диодный сумматор. Хммм, как говорится тут, конечно, этого не написано, но что-то мне подсказывает, что внутри вот этой вот микросборки, которая появилась исходно в HVC 10, стоит тот же самый чип CX7950, который появился в 2500-й камере, который по всей видимости первой научился автоматизированный баланс белого. Но я вот на этой схеме, если честно, так и не смог найти, сохраняется ли как-нибудь этот баланс белого, где-то здесь должно быть какая-нибудь дополнительная подпитка вот этой вот, видимо, микросхемы, потому что должно оно как-то хранить состояние, посчитанное ЦАПами, чтобы при выключении камеры оно сохранялось. Но если честно, я то ли слепой, но, короче, я не вижу ничего, что хранило бы здесь этот заряд и это состояние. Плюс, очевидно, то, что было россыпью в 2500-й, это вот эти вот стандартные операционники 324-й, как раз вот они, две штучки здесь есть, и вот эти вот транзисторы, насыпанные перед микросхемой, очевидно, что это все уместилось в эту одну микросборку. Вот они, эти операционники, вот они, эти транзисторы. То есть, все это скомпоновали в одну компактную сборочку. И именно она стоит в HVC-10. И вот здесь, вот в комкордере, как раз таки, между выводами 5,7 этой микросборки стоит 47 тысяч микрофарад, 5 вольт, якобы конденсатор. Но по факту, это по всей видимости точно такой же ионистор, потому что 0.047 фарады, 5,5 вольт, вот он такой же стоит в HVC-10. То есть, очевидно, что вот этот весь узел автобаланса белого, он полностью аналогичен тому, что есть в HVC-10 и отсутствует в других камерах. В 1500-й есть похожая его часть, но не вот настолько, прям вот буквально одно и то же. Есть еще одна часть камеры, то была у нас сигнальная видеочасть, есть у нас относительно силовая часть, это у нас вот здесь всяческие высоковольтные трансформаторы для создания высоких напряжений для треникона. И вот эта вот цепь, собственно, система отклонения луча, горизонтальная и вертикальная. Видно horizontal deflection, vertical deflection. И в старых камерах 2000-х используется некая микросборка BX369. Они же стоят в 3000-й камере, те же самые микросборки стоят и в 4000-й камере. Несмотря на позднесть 2500-й и наличие даже того же автобаланса белого, здесь все еще те же самые микросборки BX369 управляет отклонением луча. И как мы помним, это не те сборки, которые стоят внутри HVC10, потому что в HVC10 стоит BX1171. Вот они две. Одна для горизонтального, другая для вертикального отклонения. Но если мы снова посмотрим на схему первого камкордера, то что мы видим? BX1171. Те же самые абсолютные микросборки, вот они две, для вертикалки и горизонталки, которые стоят в HVC10. Несмотря на то, что здесь уже в этом камкордере стоит сатиконовый вариант, то есть SMF-треникон, но тем не менее, микросборки здесь те же самые, которые стоят в HVC10 на обычном MF-трениконе. И вот из этого для меня становится очевидно, что да, видно некоторое развитие камер Sony, видно, как они там меняли часть чипов, появлялись какие-то новые, исчезали старые, некоторые микросхемы проходили аж несколько итераций через все камеры, но до этого камкордера все схемы не похожи на HVC10. То есть, есть какие-то чипы те же самые, но много чипов отличается и микросборки вообще даже не близко не похожи. Но первый камкордер по факту практически использует чипсет, который был в HVC10. То есть, например, вот это тенец здесь от старых камер и этого я не нашел в HVC10, но вот этот чип обработки ярко с новой канала, вот этот чип декодера цвета, вот где-то там находящийся чип энкодера цвета, микросборки управления отклонением, микросборка автобаланса белого, даже вот этот генератор пилы. По факту чипсет здесь тот же самый, что в HVC10. То есть, они очень-очень близки. Но при этом фактически по характеристикам этот первый камкордер был хуже, чем связка из HVC10 и сладкой парочки для него в виде видока SLB5. Потому что если камеры когда-то в 70-х начинали с оптического параллельного видоискателя, из которого невозможно было понять, что по факту видит камера, а потом появился LTE и электронный видоискатель, который есть у всех тех камер и есть у HVC10, то у этого камкордера электронного видоискателя нет. Если присмотреться, тут написано Viewfinder TTL Optical System. То есть, по факту, это пассивный оптический видоискатель, который там через какие-то зеркала, призмы, как зеркальная камера часть света из объектива отклоняет для просмотра оператором, но по факту, да, оператор видит, что видит камера через объектив, то есть, этого хватает, чтобы понять, как скомпоновать кадр и примерно попасть в фокус. Но это не дает понятия, что именно будет видеть камера, что там с чувствительностью, что там с балансом белого и прочим. При этом, маркетинг такой маркетинг, и тут аж четырьмя пунктами расписали, насколько же оптический видоискатель лучше, чем электронный. И он и цветной, ну, естественно, вы же видите напрямую с объектива, а не через черно-белый LTE. Он и легче, он и компактнее, он всегда готов, не требует прогрева, и он не потребляет электричества. Ну, конечно, не поспоришь, но я предпочту, пожалуй, электронный видоискатель. А на одиннадцатой страничке тут есть вот такой вот абзац про работу баланса белого, который мне безумно знаком, потому что, как мы видели по схеме, этот камкордер использует ту же самую микросборку, что и HTC 10, поэтому и работают они в этом плате абсолютно одинаково. Кроме того, что произошел, как по мне, такой даунгрейд с электронного до оптического видоискателя, тут еще произошел даунгрейд в плане микрофона, потому что у предыдущих камер он все-таки как-то доторчал наружу, то есть он был внешним, установленным вне корпуса, а у HTC 10 его спрятали все-таки внутрь корпуса, как потом стало типично для большинства камкордеров многими годами позже. Здесь же у этого первого в мире камкордера микрофон снова оттащили наружу в виде отдельного устройства. Я, конечно, подозреваю, почему это было сделано, потому что, да, в теле этой камеры появился рекордер, а пленочный рекордер издает много всяческих звуков, все там что-то жужжит, трется, стрекочет и так далее. Поэтому, видимо, решили не заморачиваться с тем, чтобы как-то внутри корпуса развязывать микрофон и решили, что мы просто по-старенькому вынесем его наружу. Но и этот самый рекордер, он технически опять же уступает видокам, которые были до него. Если кто-то помнит мои видео про VHS-рекордер NV180, то там алюминиевое литое шасси и все вращающиеся части, которые оперируют с лентой, то есть два подкатушечника, барабан, вращающийся с головками и тонвал с прижимным роликом, все это приводится от отдельных прямоприводных моторов. То есть это плоский многофазный блинчик, который своим валом напрямую приводит в движение соответствующий механизм. Никаких промежуточных резиновых роликов, никаких промежуточных пластмассовых шестерен, тем более никаких резиновых пасеков. Все это уменьшает надежность, а особенно всяческие резиновые технические изделия со временем либо превращаются в густую практически несмываемую жидкость и растекаются по внутренностям, либо наоборот усыхаются, трескаются и рассыпаются. И что же мы видим на взрыв схеме транспорта этого первого комкордера? Что у нас здесь? и даже тонвал имеет большой тяжелый маховик вместо прямоприводного мотора и пасек. А SL F1 имеет, так же как и на V180, литое шасси, полный прямой привод четырьмя моторами и даже SL B5, та самая сладкая парочка к HVC10, также имеет полный прямой привод на все узлы. Здесь же у нас царство резиновых изделий, которые, естественно, к этому времени все уже должны были деграднуть и рассыпаться. То есть технически этот транспорт дешевле и менее надежен, чем то, что было до него. Плюс, так как им этот бета-транспорт надо было как-то упихивать в минимальные габариты, то им пришлось еще извращаться с барабаном с головками. Он здесь меньше, чем обычный бета и из-за этого там пришлось колхозить определенные приколы, из-за чего получилось, что этот рекордер только рекордер. То есть вы не можете, сняв что-то на этой камере, ей уже что-то воспроизвести. Даже мы откидываем тот факт, что здесь нету электронного видоискателя, поэтому просто просмотреть что-либо на этой камере не получится. Но даже если бы он был электронным или подключить этот камкордер к какому-нибудь телевизору, все равно этот камкордер ничего не произойдет из-за того, как сделан этот барабан. Он умеет только записывать. На этот счет есть неплохое видео у Technology Connections. Ссылочка также есть в описании. Ну и также этот камкордер имеет очевидные регрессы в виде своего веса и габаритов. То есть если до этого у нас опять же шел прогресс наплечные, 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 и HFC-10 наконец-то перешла в однорукую ручную работу соответствующей развысовкой и эргономикой и именно это пошло дальше с большинством любительских бытовых камкордеров а напомню, что это далеко все непрофессиональные аппараты ни разу, то вышедший позже первый камкордер делает шаг назад и снова становится наплечным соответствующей ручкой спереди и установкой на плечо. Да, при этом на плече не надо таскать на ремне рекордер, тот самый видак, но камеры все равно уже оперативно покрутить в разные стороны не получится в отличие от HFC-10 которая совершенно спокойно как более поздние камкордеры можно оперировать полностью одной рукой и крути икею как угодно то есть с одной стороны этот первый в мире камкордер действительно достижение это первое что вышло на рынок что реально собрало в едином корпусе камеру и рекордер но при этом это не то чтобы какая-то гениальная мысль потому что уже до этого были бытовые варианты и от GVC и от Panasonic которые позволяли два отдельных устройства то есть отдельную камеру и отдельный рекордер при помощи небольшого переходника соединить в такую же наплечную единую конструкцию камкордер то есть это не какая-то внезапная гениальная инновация к этому все шло просто Sony это сделали первыми но при этом как по мне это получился даунгрейд что со стороны камеры что со стороны технологии рекордера и при этом по факту этот камкордер взял в себя электронную часть от однорукой HFC-10 и при этом он же ее и похоронил поскольку по всей видимости насколько я могу понять Sony после этого просто отменила все свои обычные камеры несмотря на то что они в некоторых случаях были и удобнее и технологичнее и позволяли больше фич чем этот камкордер еще из аксессуаров я купил бета видик да бета макс пришлось немножечко попариться потому что есть один довольно культовый бета видак это SLF первый который выглядит вот так или вот так и он многими людьми обожаем и защищаем хотя это очень часто встречаемый в Японии на аукционах видик примерно как та же самая камера HVC-F1 в этой же самой линейке так и сам видик их много валяется по аукционам стоят они буквально ничего но чтобы никого не обидеть я постарался найти другую модель и нашел вот эту вроде как более поздний вариант SLB5 200000 должен был когда-то стоить упоротый такой вот раскладный модул и да после описания тут разных вещей дока идет описание камера которую можно к нему подключить и что первым мы здесь видим новинку HVC-10 все остальное это все фигня какая-то старая ерунда вот HVC-10 на первом месте для подключения этого вида к ну короче я нашел вот эту стоит она чуть-чуть дороже или плюс-минус так же как SLF-1 вроде как не такое культовое короче взял вот эту взял я это с единственной целью потому что в предыдущих видео как я говорил мне нужен разъем чтобы собрать вот этот самый аналог вот такой коробочке и мне нужен вот этот вот разъем K-Type типа мама желательно с креплением на плату а не на панель я обращался к зрителям каналу у кого-то может быть есть раздолбанные видаки или запчасти о тодах но никто так не написал поэтому мне пришлось брать все это в свои руки я купил этот видак чисто для того чтобы снять отсюда искомый для меня разъем потому что пользоваться бета системой я не имею никакого желания у меня уже есть портативный мой любимый NW-180 да VHS а не бета но да я не хочу иметь бету и почему я не хочу иметь бету можно посмотреть на нескольких стримах потому что я как-то потом вскрывал бета транспорт и более неоптимизированного непродуманного неудобного и малопригодного к ремонту транспорта чем бета придумать сложно я вообще ни разу не удивлен и даже не раздосадован тем что Betamax проиграла на рынке VHS этот транспорт не имеет права жить по-моему он довольно-таки ушлепский он старый он непродуманный он застрял где-то там в дедовых годах со своим стационарным невращающимся барабаном он очень сложный запутанный много лишних деталей один костыль подпирает другой который подпирает третий и так четыре уровня вложенности чтобы хоть как-нибудь оно работало против простейшего эффективного VHS который делает при этом все примерно то же самое конкретно данный видак был мертв потому что кто-то его изувечил там уторв скалашматев ему систему фиксации лотка я даже открыли этот лоток долгое время на стриме когда я распаковывал его не мог но выяснилось что этот видак в принципе даже работает если убрать отсюда лоток то есть в принципе головки тракт все шевелится все крутится но он мне не нужен и этот видик не такой культовый как и в первый и он стоит примерно ни хрена я не собираюсь его полностью разламывать хоть он уже мертв я просто отпаяю отсюда разъем этот разъем нужен только для подключения камер без него видик будет прекрасно работать только не сможет работать с камерой тому кому этот видик упадет дальше вроде как уже есть на него желающие эти люди уже знают что здесь не будет этого разъема и они к этому готовы но если им захочется когда-то подключить сюда камеру найдут какого-нибудь донора впадет разъем обратно то есть увечить этот видак я не буду дальше чем он уже изувечен я просто заберу отсюда нужный мне разъем чтобы сделать свой собственный адаптер под VHS такова судьба вот этого аксессуара к HVC10 как бы кому не было жалко и еще один аксессуар который я возможно тоже буду колхозить и переделывать это наконец-таки коробочка блока питания модель HVA210 почему стоит ее колхозить как минимум потому что это чисто 100 вольтовый блок для начала то есть чтобы использовать эту коробочку нужна еще вторая коробочка с понижающим до 100 вольт трансформатором да у меня есть такая вторая коробочка но для чего покупалась конкретно вот эта вещь вроде бы у меня есть VHS-VDAC с аккумулятором зачем мне этот блок питания прикол в том что я внезапно для себя стал использовать HVC10 на своих стримах да как вторая камера такая забавного ретро отображения и очень маленького разрешения но тем не менее на паяльных стримах в последнее время я использую HVC10 и приходится мне это делать через VDAC а он этого ну как бы не очень любит потому что блок питания у него начинает очень сильно греться в закрытом корпусе там больше 50 градусов на корпусе только что внутри происходит думать не хочется несколько часов в такой эксплуатации мне честно говоря видик становится жалко плюс соединяет всю эту вермишель из блок питания видеомагнитофон кабель от VDAC до композитного захвата на компе кабель от VDAC до камеры адаптер вот это вот все это все собрать подключить включить хочется что-то просто чтобы воткнуть вот туда камеру поставить на штатив и вперед стримить то есть вот эта штука должна просто где-то вот здесь на столе находиться может быть под столом не суть где-то готовая к подключению камеры и уже подключенная своим композитным выходом к захвату на компе то есть это стационарный блок который должен работать у меня на стримах собственно выходы у него это композитное видео да здесь черного цвета тюльпана не желтого но это поверьте композитное видео здесь также есть еще вывод аудио да стерео потому что камеры сони подразумевают стереосигнал и причем как видно это мини-джеки монофонические а не тюльпаны что тоже немножечко странно плюс тут еще есть вывод дистанционного управления для видока к которому вот это все в теории должно подключаться то есть это как бы такой костыль для видоков у которых нет напрямую вот такого коннектора для подключения камеры чтобы все-таки к ним подключить камеру то есть по факту для стримов вот это мне не нужно звук с этой камеры мне не нужен мне нужно отсюда только вот эту но самое главное почему еще стоит переделать эту коробку кроме стовольтового входа это то как сделан внутри этот блок я его на стриме разбирал можете там посмотреть но если кратко у него стальной толстенный корпус он тяжелый очень кроме трансформатора внутри здесь еще и корпус много весит и прямо вот сюда на крышку изнутри прикручено что? правильно стабилизатор 12 вольтовый типа кренка 78-12 то есть это выход 12 вольт 0,85 ампера у кренки ток как раз таки под ампер она может то есть по факту не считая там довольно большой платы напичканной всякой фигней как раз таки для вот этого дополнительного мусора который мне не нужен вроде сигнала синхронизации записи усилителей с микрофонного уровня долинейного для звука видео здесь проходит насквозь коробочка никак не обрабатывается оно пришло сюда вышло отсюда так что если выкинуть весь этот мусор на платах остается здесь просто трансформатор диодный мост большая банка и кренка кренка серьезно вы питаете камеру от кренки камеру в которой стоит несколько импульсных преобразователей энергоэффективных вы питаете от гребаной кренки почти ампером естественно эта кренка греется а так как корпус как я сказал стальной теплоотвод у него отвратительный здесь образуется такое горяченное пятно выше 50 градусов температуры а весь остальной корпус холодный даже здесь потому что была бы хотя бы алюминиевая крышка было бы куда лучше или поставили бы внутрь корпуса радиатор здесь какая-то вентиляция есть но нет по к сожалению недоброй сонинской традиции они любят вешать горячие элементы прямо на сталь теплоотвод типа короче у меня есть мысли потому чтобы выкинуть отсюда вообще всю внутреннюю то есть корпус кнопочка включения и вот этот разъем мне вполне себе пригодятся все ставлю нафиг выкидывает туда вкидывается какой-нибудь нормальный современный малошумящий импульсный преобразователь из 220 в 12 для питания камеры композит пробрасывается просто напрямую подключается там куда-нибудь светодиодик через резистор и все оно не греется оно не тяжелое нету лишних проводов это будет просто коробочка для стриминга с моей трубочной камеры по ходу моей работы над предыдущими частями видео про HVC10 каким-то чудом всплыла третья HVC10 в продаже в Японии про это во второй части я даже упоминал что была найдена третья HVC10 и куплена она была к сожалению не мной но к счастью теперь я знаю что купил ее знакомый мне человек зовут его Андрей Таланин и обитает он в Европе так что на текущий момент мне известно три таких существующих камеры две из них у меня пока что и третья у Андрея как раз таки та самая третья у которой в комплекте был пропретарный для этой камеры свой собственный пластмассовый чемоданчик и кабель там был родной в комплекте и там были в комплекте документы инструкция на ВИДАК как раз таки по-моему на портативный SLB5 и инструкция по эксплуатации на HVC10 к сожалению там возникло множество трудностей с тем чтобы это нормально отсканировать у Андрея нету у самого сканера он обращался в разные сервисы где могли бы отсканировать и каждый раз сканировали хреново то в какие-то жпеги с дежавю шакалами то с какой-то абсолютно дикой врывеглазной обработкой ну короче что-то вроде там с четвертого раза удалось получить в более-менее нормальном разрешении и с минимальным количеством жпег шакалов но все же с ними но к счастью сканы-то теперь у меня так что если мне удалось все это вовремя обработать то под этим видео должна быть ссылочка на PDF-мануал от этой самой HVC10 продолжаем приумножать количество информации про эту замечательную камеру в сети но те кто смотрел момент включения и спаривания этой камеры свечи-светоком через ту коробочку адаптер наверное помнят что там были проблемы с кнопкой записи двойные нажатия инверсия режима и так далее и тогда эта проблема разрешилась через вот этот вот переключатель здесь под резиночкой стоит трехпозиционный переключатель так вот каково было мое удивление когда я в той самой официальной инструкции про эту самую камеру не нашел ничего про этот переключатель все что угодно указано все там какие-то разъемчики кнопочки даже вот это штативное гнездо указано но ничего вот про это так что это все еще тайно покрытое мраком почему я сказал пока у меня две камеры потому что в предыдущей как раз таки серии я говорил что вторую камеру если мне получится ее установить как видно получилось я кому-нибудь презентую потому что мне часи десятых несмотря на всю их замечательность редкость вроде как не нужно ну и я предложил эту самую десяточку нашему почетному видачеру Александру каковину каковину тому самому у кого я взял вот этот самый адаптер для беты я спросил Сашу интересно ли ему эта камера нужна ли она ему вообще а то зачем дарить какого-то кота в мешке он согласился то есть ему вроде как эта камера даже пригодится так что вторая камера которую я починил отправляется Александру каковину скорее всего на момент выпуска этого видео это вторая камера уже у Саши для документирования еще раз моя первая HVC 10 имеет вот такой серийник 201-888 который повторяется и на ее картонной коробке которую я показывал в прошлой серии вторая HVC 10 которая теперь будет Сашиной имеет серийник попозже 204-0-19 вот этот вот комплект его адаптер и теперь его HVC 10 теперь у Саши Каковина что ж кажется на этот момент это все что я хотел бы рассказать про эти видеокамеры Sony HVC 10 на всякий случай еще раз напомню что мне все еще интересуют различные аксессуары которые подошли для HVC 10 но в то же самое время я понимаю что вероятность того что где-то у кого-то у нас в стране вдруг найдется еще одна HVC 10 или какой-то комплект от нее учитывая что именно под нее выпускались многие вещи несовместимые с другими камерами короче это все очень маловероятно но тем не менее я в это немножечко но верю потому что ее собственный чемодан или ремешок или вот пульт дистанционного управления который туда справа подключается вот это хотелось бы найти но конечно это очень маловероятно еще я по-прежнему ищу вот такую вот коробочку адаптер CMY1010 от корпорации Sony да я собираюсь все еще делать свою собственную но мне не помешает такая и своя коробочка потому что я тут напомню я отдаю обратно ее владельцу вместе со второй камерой так что если у вас вдруг есть такая лишняя то я бы ее у вас наверное купил оценивайте это видео комментируйте ожидая бомбежа по поводу бедного несчастного ведака и столь же бедного несчастного блока питания а также убеждение меня в том что лентопротяжный механизм бета-макс куда прогрессивнее и лучше чем VHS заглядывайте в описание под видео потому что особенно к этому видео там большой список ссылок к сожалению youtube не даст их все прикрепить вот сюда вот в уголочек там по-моему лимит всего лишь ссылку и почему-то не был ее на экране то поищите в описании там же в описании есть дискорд сервер где меня можно найти каждый день и если вас вдруг интересует вопрос финансовой поддержки моего канала то там же в описании есть ссылка на мой бусте там иногда публикуются всяческие спойлеры намеки на будущий контент а также одна из относительно регулярных рубрик у меня на бусте это 4к обоины всяческих технических штуковин например фотографии живого треникона из HVC10 со всеми вот этими крупными планами мишеней видикона в целом а также фотографии свечения внутренностей мертвого треникона из sony HVC F1 которая была также в этом видео за всем у меня все увидимся позднее